Субтитры делал DimaTorzok Прошло выступление группы Naive в московском клубе Yota Space. После просмотра, если понравилось, поставь лайк и подпишись на канал. Приятного просмотра! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Так как я не могу вполне объективно оценить выступление этой группы, потому что, ну, Naive для меня это что-то из детства, и что бы ни происходило на их выступлении, в голове у меня будет именно та копия альбома Naive Forever на кассете, которую я воровато спер у старшего брата. Поэтому свое мнение сначала выскажет Ксения Владимировна. Ну, во-первых, до сегодняшнего выступления с группой Naive я была незнакома. Вот, я познакомилась с ней вот сегодня на концерте. И мне такая музыка не близка, она мне не нравится. Но в целом концерт мне тоже не понравился. Не понравился более по таким объективным причинам, то есть их было несколько. Первое, наверное, это были люди, ну, то есть контингент людей, который там был. Вот, он мне не понравился. Ну, кстати, да, хочу сказать, что было очень много не вполне адекватных людей. Вообще неадекватных. Ну, да, пытался как-то смягчить, ладно. Ну, прям бухих, короче, вот. И их прям было очень много, и они были, ну, абсолютно необоснованно агрессивны. Ну, то есть я даже не просился вперед там как-то. Я просто шел мимо, и человек мог меня толкнуть. Это не вполне прикольно, если вы смотрите мои отчеты, и вы должны примерно понимать, как я отношусь к таким людям. И я ничего против алкоголя не имею, но когда ты перебираешь и ведешь себя так, когда только тебе весело, но ты абсолютно забываешь, что вокруг тебя есть огромное количество других людей, это совсем не круто. Извини, что перебил, продолжай. Вот, во-вторых, мне не понравился звук. Да, очень странно, потому что, в принципе, я как бы не особо, там, понимаю, когда звук хороший или когда плохой, вот, но мне он вообще не понравился. Я стояла и вообще не понимала, что они поют. Вот, это, несмотря на то, что даже я их песни, в принципе, не особо знаю, даже, точнее, вообще не знаю. Ну, да, мне, наверное... То есть, как бы, звук был вообще, ну, не знаю, в общем, не понравился. Ну, да, да, потому что, наверное, мне, например, как человеку, который, ну, большинство их песен знает практически наизусть, было легче это воспринимать, потому что, в принципе, я слышал мотив, я знал, о чем не поют, я мог подпевать. Ксюша эти песни не слышала и, соответственно, знакомилась она с ними именно на живом звуке, если можно так выразиться. И, да, для такого человека, как Ксения, да, было совсем тяжело. То есть, вокал скатывался в какую-то кашу и было, да, совсем неразборчиво. С этим, да, с этим тоже согласен. Вот, и еще, допустим, мне не понравилось то, что вокалист, я не знаю, как его зовут, но он постоянно забывал слова, и это было как-то странно. То есть, как бы, может вокалист забывать слова, но это будет выглядеть как-то мило, вот, а тут он постоянно забывал слова. То есть, это, ну, не знаю, для меня это было странно, вот, то, что он, у них там день рождения, как я поняла, группы, а он как будто абсолютно не подготовился к тому, что будет выступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, да, вот я был на концертах, на которых бывали какие-то проблемы, там, с аппаратурой, там, кто-то забывал слова. Но это выглядело, там, не знаю, как-то мило, добавляло какой-то атмосферы, что ли, концерту. Но если совместить вот эти все минусы, которые сегодня были, то, что Чача забывал слова, выглядело прям, ну, совсем неприкольно. С этим тоже соглашусь. Что-то еще, может быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, нет, в общем-то, все. Ну, да, наверное, добавить больше нечего. К сожалению, минусов, если говорить по факту, минусов на этом концерте было гораздо больше, чем плюсов. И поэтому, наверное, наив для меня в дальнейшем останется той группой, которая играет только в наушниках. И, скорее всего, на сольные выступления этой группы я больше не пойду. Я тоже. Ну, да, само собой. Вот, на самом деле, добавить больше нечего. Уж извините, если у вас другое мнение по этому поводу. У меня и у Ксении оно такое. В любом случае, если были на этом концерте, пишите в комментариях, как он вам, какие вы заметили минусы, какие были плюсы для вас. Напишите то, с чем вы не согласны, если не согласны с тем, что сказали мы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм проекта, на мой Инстаграм, на Инстаграм Ксении подписывайтесь. Все ссылочки будут в описании. Не забывайте оставлять комментарий, добавлять ролик к себе и делиться им с друзьями. Меня зовут Антон Павлов, это Ксения Владимировна. Пока-пока.